Ямал вообще работает с искусственным интеллектом с 2018 года в здравоохранении. Мы применяем системы в двух направлениях. Это искусственный интеллект для анализа цифровых изображений, это компьютерная томография, маммография, КТ, рентген, флюорография. И также искусственный интеллект для анализа электронных медицинских карт. Это те самые электронные медицинские документы, которые врач ежедневной практики оформляет на пациента. И сейчас это все делается в электронном виде в медицинской информационной системе. С 2018 года Ямал этим занимается. Начинали мы с одной больницы. Это городская Муравленковская больница. Это именно та больница, в которой на тот момент максимально полно и актуально велась электронная медицинская документация в медицинской системе. Поэтому мы проект начали с этой больницы. И также у нас была интеграция с этой медицинской системой и СППВР, Вебиомед, которую мы применили. Поэтому мы начали с этой больницы. В 2023 году соглашение подписано с Департаментом здравоохранения Москвы. Мы приняли участие в эксперименте Департамента здравоохранения Москвы. И система, наш центральный архив медицинских изображений, который у нас тоже создан с 2019 года. Только в 2023 году туда, в архив направлено более 335 тысяч медицинских электронных изображений, которые как раз и подвергаются анализу искусственного интеллекта в рамках вот этого эксперимента Департамента здравоохранения Москвы. И для того, чтобы врач этим пользовался, была выполнена интеграция. Она заключается в том, что начинается же все с того, что врач-клинистин делает направление на исследование. Вот это направление выполняется в медицинско-информационной системе. К нему делается привязка этого направления. И вот это изображение, когда его описывает врач-генолог, это изображение привязывается к направлению. И на самом деле врач-клиницист, который делал это направление, по результатам этой работы видит направление, видит протокол исследования искусственного интеллекта, к которому он подключен к цами и анализирует в режиме онлайн, достаточно короткое время, направляет свой протокол. И протокол врача-рентгенолога. И рентгенолог при вынесении окончательного заключения видит это заключение искусственного интеллекта и может его использовать. То есть если что-то не нашел врач, а нашел искусственный интеллект, то врач может это использовать, включать свое заключение. И это заключение также видит врач-клиницист, который делал направление. Вот на это работает интеграция, такой сложный технологический процесс. И вот такие результаты он дает. Вот это у нас было сделано в рамках эксперимента с департаментом здравоохранения Москвы. И таких вот заключений у нас, таких у нас заключений искусственного интеллекта за 23-й год было порядка 61 тысячи. В любом случае, вот искусственный интеллект, он для врача дополнительная информация. Решение принимает врач, и ответственность за принятое решение несет врач. Потому что мы все знаем, что и судебные разбирательства имеют место быть, и искусственный интеллект в суд не будет приглашаться. В суд будет приглашаться однозначно врач. Поэтому врач эту дополнительную информацию берет, и он с ней соглашается, либо нет. Видит ее. Самая ценность в том, что он ее видит. И видит очень быстро. То есть, когда рентгенолог получил изображение, начинает описывать его, он уже видит мнение искусственного интеллекта. И он его может использовать при выполнении своего заключения. В этом основная ценность. Но на самом деле технология работает очень неплохо и очень хорошо распознает злокачественного образования, которое врач иногда, ну, в силу всяких причин, упускает. И на самом деле это нисколько не характеризует уровень врачей. Это, ну, реально человеческий фактор. Так как мы делаем технические ошибки, опечатки, описки, также врач может что-то не заметить на фоне вот этой всей огромного потока информации. Вот на это, на помощь в этом направлении, и мы ждем это искусственного интеллекта. И это уже признано всеми, что вот на фоне вот этого огромного потока информации, даже пусть она сейчас в электронном виде, врачу просто нет времени все это проанализировать. И вот привлекая искусственного интеллекта, как помощника, мы на самом деле освобождаем врача для пациента и исключаем, минимизируем ошибки. Вот основные на это направлены. Разработчик нашей медицинской информационной системы, которой мы пользуемся на Ямале, одна из систем с 2013 года. На самом деле они в эту сторону посмотрели и к нам обращались, как бы принять участие в эксперименте. Но что такое система искусственного интеллекта? Она должна быть обучена на большом наборе клинических данных. Понятно, что Ямал-регион маленький, 500 тысяч населения. Чему мы можем научить, насколько полноценно мы можем научить систему на своих данных? И это, собственно говоря, было вот таким блокирующим фактором. И когда к нам обращались, мы всегда говорили, что, ну, наверное, должен быть федеральный проект. Потому что и экспертность, вот опять же, да, экспертная поддержка. На Ямале очень много грамотных врачей, но у нас, к сожалению, нет ни образовательных учреждений, медицинских высшего звена, да, у нас нет высших учебных заведений. У нас нет никаких НИИ, нет компетенций вот таких профессионалей по здравоохранению, которые есть в нашем Петербурге, в Москве. И такие системы, безусловно, нужно создавать в сотрудничестве с такими центрами. В общем-то, вот наш разработчик, который в свое время эту идею вынашивал, они выслушали наши вот эти вот сомнения, что мы готовы, но мы понимаем, что это, наверное, не будет правильно. И поэтому как-то надо, наверное, к другому подойти к проекту. Вот прошло пару лет, в 2018 году они к нам приехали и сказали, мы готовы. Мы создали систему, у нас есть экспертная поддержка кардиологических центров страны. Нам нужны регионы, которые будут это пробовать. И мы согласились. Нас пригласили в Сколково. Мы с Сергеем Александровичем Токарем, нашим главным профилактологом, поехали на это мероприятие в Сколково, где проводился осмотр вот этих решений на тот момент, в 2018 году. Нас включили в экспортную комиссию. Мы были в составе экспортной комиссии. Мы выбирали решение. Ну, с нашего понимания такого, которое тогда у нас существовало. Мы выбрали две системы. Одна вот по анализу МКВ и биомета, вторая по анализу изображений. Вот с 2018 года мы начали с ними взаимодействовать. Уже в 2019 году, по результатам вот этих наших взаимодействий, которые мы получили в 2018 году, мы провели конференцию в Сталихарде. Если вы помните, в апреле месяце, 19 апреля, была первая конференция по искусственному интеллекту в Сталихарде. Мы собрали, пригласили регионы, пригласили сообщество, которое занимается технологиями искусственного интеллекта здравоохранения. И была такая очень интересная. Показали свой опыт. Я могу сказать, что на Ямале очень высокий уровень информатизации. Наши врачи уже давно, а сейчас особенно, очень хорошо работают с информационными системами. Они очень полноценно их наполняют информацией. Они используют функционал. От врачей исходит очень много предложений по автоматизации тех или иных бизнес-процессов. Это важно, потому что мы, инженеры, которые занимаются IT-задачами, мы не знаем настолько потребность врача. Это такая узкая задача, которую знает только врач. И ведь сколько направлений в здравоохранении, сколько различных нозологий. Это все специфика. Это может знать только врач. Наши врачи очень активно в этом участвуют. Они в тренде, прямо на гребне всех этих новых технологий, не боюсь этого сказать. И потом у нас созданы очень хорошие условия для развития этих технологий. У нас приобретается цифровое медицинское оборудование. Вот только в 2023 году мы 26 единиц цифрового оборудования подключили к ЦАМИ, к Центральному архиву медицинских изображений. Это новое оборудование. Это было самое большое количество по подключениям, начиная с 2019 года. У нас все оборудование цифровое. Значит, цифровое изображение аккумулируется в ЦАМИ. Значит, у нас создается база для того, чтобы мог искусственный интеллект это анализировать. То есть вот такие у нас условия под цифровизацией. Поэтому это очень хорошая мотивация для амбициозных, молодых, грамотных врачей, желающих работать на новом технологическом уровне в здравоохранении. Поэтому приглашаем, ждем. Площадка для использования всех этих возможностей у нас есть. Редактор субтитров А.Семкин